МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правда, это когда ты говоришь всё честно. Это когда ты не обманываешь никого. Правда, это когда говоришь то, что ты сделал. Честненько. Честненько. Это когда все честно говорят. Ложь, это значит, когда человек придумывает всё. Он в идиот. Вот, например, это не я разбил лампу, это кошка разбила. Это тогда, когда ты съел торт, тебя спросили, а кто съел торт? Если ты ничего не скажешь, если скажешь, я ничего не ел. Это неправда. Врать легко на конфету. Потому что если не хочется, чтобы тебя наказали, то не надо обманывать. Если будешь обманывать очень долго, то тебя будут ругать. Потому что обманывать нельзя. Потому что родители для нас всё делают. Балуют конфетами и игрушками, а мы их обманываем. Потому что врать это неприлично. Всегда говоришь правду, и тебя прощают. А если ложь, то тебя наоборот наказывают. И становится плохая жизнь. Что ты соврал, будет виноват сам же ты. Можно обмануть ради друга. Шуть можно, наверное. Чуть-чуть нет. Надо полностью добрым ответить. Надо правду сказать. А так я вообще ни о кого никогда не обманывала. Я, наверное, только три ели один раз обманывала. Я никогда. Мама приготовила блины и сказала, чтобы я съел только два, а я три съел. Потому что они вкусные. Чуть-чуть у меня было однажды. Когда мне было четыре. Потому что в четыре я была шутница. Я сначала чуть-чуть помолчал, а потом через полчаса я сказал. Ну, я иногда обещал, но не сделал. Ты никогда не давала никому честного слова? Я давала, только никто его не выполняет. А вот взрослые сами обманывают кого-нибудь? Да. Надо ему сказать, если ты съешь, я тебе куплю киндер. То тогда он сразу ником съест, а ты не покупаешь мой киндер. Меня когда-то мама обманула, сказала, а там камера, а я посмотрел туда, а там никакой камеры нет. И так все происходит. Вот так обманывают взрослые. Только в хорошем смысле. А как взрослые узнают, что их дети обманывают? Как? Так, когда дети улыбаются. Я не знаю, как они знают, но они точно не видели. Ну, можно узнать по улыбке. Если ты улыбнулся, это значит, что это неправда. По глазам. Ну, мои родители. Или еще по рту. Если ты смеешься, тогда ты просто боишься, что они тебя накажут. Тебя могут наказать. Или следующей зимой на Новый год тебе ничего не подарят. А если соврешь, то это потом все равно они узнают.